Аферисты орудуют в разных городах, будьте внимательны. Эта сеть мастерских работала несколько лет. С каждого клиента умельцы брали предоплату якобы для приобретения нужных деталей. Но получив деньги, по мнению следователей, заниматься починкой приборов они даже не собирались. Просто тянули время, а потом и вовсе отдавали хозяину товар в первозданном, то есть неисправном виде. Свои с позволения сказать услуги группа рекламировала в интернете и расклеивала объявления на подъездах домов. В ходе обыска в сервисных центрах изъяты списки клиентов, банковские карты, средства связи, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Задержанным предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Один из них заключен под стражу. В отношении другого избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается. С праздником вас! Сегодня день спасибо. И вам спасибо. Я сегодня разговаривала с участковым, и я так поняла, что мы ждем отказ в возбуждении уголовного дела. Не знаю, по результатам проверки будет принято решение. Пока такое настроение. Я же за участкового не могу решать вопросы. Да. Пусть я другое услышал. Какое? Не буду говорить. Насчет письменного отказа. Вы нам откажете? Мы ждем письмо. Вы там много хотели проверить, убедиться в том, чтобы... Давайте так. Вот я попросил выписать мне, какие обращения у вас были. Реестр составить. Конечно. Я теперь по-другому-то с вами не работаю. Я вам сообщила о совершенном преступлении в мой адрес. Вы мне должны были что-то ответить. Ну, там... Мы там все решили, мы там что-то провели, и мы там... Ну, постановление должны были направить. Ну, только оно к нам не пришло. Мы же за ним бегали очень долго, помните? На прошлом приеме с вами общались, и вы мне сказали, что прокуратура вам указала на неполный ответ в мой адрес. Вы нашли этот ответ? Какой же вы мне ответ прислали? То самое письмо хитрое. Дубликат, оригинал. Он расставался на тот ответ, который по рапорту Панфиловой был. И что это за ответ? Он же мне-то не пришел, мне же так ничего не приходило. То вы были ознакомлены с материалом проверки частично, что он не соответствует тем условиям, основаниям условиям. Ну, то, что было представление... А вы им рапорт отправили? В шуму рапорт. Они изучали материал, который был у нас. Вот, соответственно, тот материал, который они запросили, они изучили и дали ответ в виде представления. Дадите мне инструкцию почитать все-таки, что у вас там с регистрацией письма. Инструкцию я вам не дам по той большой причине, что это документ внутреннего обращения. Все, что касается регистрации, это 707 приказ, который в интернете есть, пожалуйста. Да, он есть у нас. Вот видите, как. Вот вы говорили о том, что у вас все законно, а получается, вы там много пунктов этого 707 приказа нарушили. В части регистрации и направления мне этого ответа. Нарушил я или не нарушил, вы же написали на меня жалобу в ОД, поэтому ОД, наверное, разберется в данной части. Примет решение. Если я нарушил что-то, соответственно, меня привлекут дисциплинарные ответственности. Если не нарушил, соответственно, значит, вас уведомят о том, что проведена проверка и нарушений в моих действиях нет. Подождем. Хорошо. Не будем торопиться быть. Ну, в общем, я поняла. Я поняла вашу всю систему. У вас тут уже все, как говорится, успокоилось. Вы сфабриковали КУСП. Что значит сфабриковалось? Я никакие КУСПы никакого фабриковала. Ну, вот это 29.119, он как бы у вас, так скажем, не знаю этого точного слова, мошеннического вот этого, как он у вас сработал, этот КУСП, что, в общем-то, вы все не виноваты. Но моей-то задачей не было вас в чем-то тут, конечно же, уличить. Моя-то задача все-таки признать меня потерпевшей, возбудить уголовное дело против этого данного галимого человека. В частности, касающиеся процессуального решения, оно еще не принято. Оно будет принято 19-го числа. После отработки дополнительных, ну, проведения дополнительных мероприятий. Очень плохо, конечно. Говорят, говорить сейчас об этом, ну, я считаю, прежде временно. Будет там отказной материал, либо возбуждено уголовное дело. Все зависит от того, что соберем какие-то доказательства и достаточно ли будет доказательств для принятия решения. Ну, ваш доверитель, я считаю, совершенно по-другому, что заявление достаточно для возбуждения уголовного дела. Ну, в общем, вы мне по личному приему, по-моему, тоже так ничего и не ответили. У вас вообще как положено-то? Вот мы пришли. Вот я сегодня прочитала по 59-й закон. Задаете вопросы, я отвечаю, соответственно, вопрос. Вы должны были предложить соответственно писаные. Нет, подождите, там немножко все по-другому. Там как-то прямо написано, в общем-то красиво. Мне вот нравится, как там написано. А как вот тут, не очень нравится. Вот смотрите, статья 13, личный прием граждан. Значит, личный прием граждан, это вот федеральный закон 59. Личный прием граждан в государственных органах, ну и так далее. Информация размещается. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность. Я предъявила у вас на КПП. Задержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. То есть она, по всей видимости, где-то должна быть, а там еще есть и ее рекомендованная форма, образец. То есть придумывать ничего не надо. Можно просто скачать, распечатать и брать с собой на личный прием. Дальше. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение в согласии гражданина может быть дан устно в ходе личного приема. О чем делается запись в карточке личного приема? Вот то, что там делается запись в карточке личного приема, наверное, как-то неправильно. Давайте какую-то карточку откроем. Нет. Вопрос в чем заключается? Либо, соответственно, поступает некое обращение от вас, и мы это фиксируем, регистрируем, либо, соответственно, если вам достаточно устного разъяснения, то в карточке личного приема я, соответственно, фиксирую сведения о том, что данное устное разъяснение. И все этого достаточно. Колядин Сергей Алексеевич. Что он сделал? Мы к нему пришли, он нас принял в кабинете для приема, ну, в каком-то закоулке для приема граждан, неважно. Он оборудован был сиденьями, и этого было достаточно. Дальше. При личном приеме гражданина мы показали свой паспорт, устное обращение, он взял с собой карточку личного приема. Я знаю, как она выглядит. Все, что мы ему сказали, и то, что касалось именно его ведомства, он нам дал устные ответы. То, что касалось не его ведомства, он нам дал устные, скажем так, пояснения, куда нам идти, куда с этим обращаться, и что делать, кому чего обжаловать, и какие наши будут дальнейшие действия. В случае, если наши действия не приведут к результату, мы можем снова к нему обратиться, ну, повторно, в часы приема. Вот. В общем-то, вопросов, которые должны были быть занесены в карточку личного приема, у нас не было, поэтому он эти карточки личного приема забрал с собой и унес. В общем-то, только поэтому он стал героем, потому что он соблюдал законодательство в полном объеме. Можно уже рейтинг составлять. А к вам, получается, вот я прихожу, и уже в который раз я вам на каждом приеме говорю о карточке личного приема, но она не появляется. Вы как трактуете вот это законодательство? Я не трактурую. Вот у меня карточка личного приема. Там такого не написано? Почитайте внимательно. Давайте. Информационная карточка личного приема. Карточка личного приема гражданина. Ну что, подвесим вопрос? Подвесим вопрос. Понятно, что он не соответствует. Что с нашим Галимовым? Ну, он не мой, конечно. И холодильник не наш. Почему вы не берете холодильник как вещдок? Пока не считаю вещдоком. У нас карта памяти, которая была изъята, у нас, соответственно, хранится КХВД. Это считается вещественным доказательством по материалу проверки, который изъят. Холодильник, считаю, пока нецелесообразно. А как вы проверите работоспособность этой платы? При необходимости, соответственно, мы будем изъимать. Ну, если посчитаем это необходимо. В настоящее время проводится проверка. Сейчас разъясняется о том, что мы еще сделали или не сделали. Но, я думаю, нецелесообразно. А вот из того перечня, который я просила вас сделать, вы что сочли нужным, скажем так? Ну, опять же, 19-го числа, как закончим проверку, обратитесь, соответственно, будете знакомиться с материалом, посмотрите. А вот мне, чтобы ознакомиться с материалами, за сколько времени нужно заявление написать? Ну, у вас уведомо, что принято такое или иное решение. Если вы желаете ознакомиться с материалом, соответственно, вам обозначат, когда, где, при каких обстоятельствах, вы сколько. Ну, с вами, соответственно, созвониться и определитесь. Так, 19-го числа у вас заканчиваются сроки. Да, 19-го числа принимается решение, вам направляется уведомление, ну, если, предположим, это отказной материал, с содержанием, что, да, принято такое решение, вы имеете право ознакомиться с материалами, для чего нужно обратиться туда-то, туда-то, для согласования времени и сроков ознакомления с материалами. Если вы не согласны с принятым решением, которое будет приложено к уведомлению, можете обратиться непосредственно к уже стоящему руководителю, прокуратуру или высоту установленного порядка уголовно-процессуального законодательства. Ну, и будет соответствующее процессуальное решение. Если будет возбуждение уголовного дела, то же самое уведомление по результатам проверки, что по вашему курс, потом, принято возбуждено уголовное дело, после такой-то статьи, в отношении такого-то и такого-то. И будет прилагаться постановление возбуждения уголовного дела. А на моё обращение тоже 30 суток даётся? Ну, вот я обращусь к вам, прошу ознакомить меня с материалами дела. На это обращение тоже 30 суток? Ну, обращение, соответственно, у нас в течение 30 суток рассматривается. Только не забывайте, что, соответственно, если это обращение, ну, принимается процессуальное решение, мы уже замедлительно должны направить его, в том числе, тоже в прокуратуру. В прокуратуру есть свой срок, там, от 5 до 10 дней для проведения проверки законности, обоснованности решения. И по результатам, когда оно возвращается, соответственно, вас уведомляют о том, что, да, материал проверки находится здесь, вы имеете право ознакомиться, ну, в рамках вашего обращения. То есть, в течение 30 суток? Ну, да, конечно. То есть, это где-то 19 февраля мне придёт письмо о том, что вы можете подойти знакомить с материалами? Ну, сейчас по датам-то я вам не скажу. Ну, 19-го числа выходит, мне придёт письмо о том, что вынесен отказ, возбуждение уголовного дела. Ну, люди возбуждения, я же не знаю. Потом, после этого отказа проходит 30 суток, я же 19-го числа напишу вам, прошу ознакомить меня с материалами дела. Может, там меньше 30, предположим, если материал возвращает нам гораздо быстрее, в течение 5-10 дней, то есть, вас вызывает, и вы определитесь по времени, когда это нужно. Приходите, знакомитесь с материалами. Так, а мне ещё вопрос такой по поводу, вот, значит, наказаний. Вы что-то говорили, 30 суток, ещё 30 суток, вот уже почти год прошёл. Так и считается, уже год прошёл. У 23-го по 24-й. Ну, вот я писала много обращений относительно, там, прошу привлечь к ответственности, там, сотрудников, бездействия. Ну, всё, что касается сотрудников, если вы пишете обращения, считаете, что их действия в составе преступления есть, эти все обращения направляются, куспируются, направляются в Следственный комитет, так как мы неуполномочены принимать решения в отношении своих же сотрудников. И они принимают решения, вас уведомляют. Всё, что касается обращений нового характера, там, с материалами знакомиться, когда-то есть об отмене, соответственно, в течение 30 дней принимается решение, вы уведомляетесь в части касающихся. Я же вам только что разъяснил, какие у вас есть обращения, и когда сроки по ним выходят, когда вы... У меня обращений больше, тут у вас не все записаны. Вы где-то что-то потеряли, почти 2 месяца, с сентября, предусловно. Всё, что есть, реестр, соответственно, где рее у меня зарегистрировано, в установленном порядке. Вот это всё выписано, что у меня есть. Всё-таки есть какой-то установленный порядок регистрации обращений? Ну, если поступает обращение, соответственно, вот в писемном виде, в устном виде, если мы куспируем, потом перерегистрируем у входящей, соответственно, мы обязаны это делать. Вот, пожалуйста, мы регистрируем. А исходящие тоже обязаны регистрировать? Ну, исходящие они регистрированы, конечно, если они направляются. А по электронной почте регистрируются? Вы мне уже этот вопрос задавали. А вы ответьте. А вы ответьте. Еще раз? Да. Если, соответственно, заявитель говорит о том, что мне желают получить соответствующие документы, постановление или процессуальное решение в электронном виде, там посредством WhatsApp, они направляются в ваш адрес посредством WhatsApp. И в материалы дела приобщается, или проверки приобщается, соответствующий скриншот документов, подтверждающих, что вам он направлен, без направления по почте. Так о регистрации-то ничего не сказали? Это вы про отправку сказали, а про регистрацию исходящую? Ну, да, в части, касающейся регистрации, в прошлый раз, честно говоря, был неправ, сейчас почитал немножко, действительно, регистрация требуется, но она не направляется по почте. То есть мы регистры мы оставляем в материалах проверки и подшиваем один экземпляр. Немножко неправ, я тут немножко почитал. Вы говорите, мы вам отправляли. Я говорю, вы мне ничего не отправляли. Вы говорите, я вам отправил все. Я говорю, нет, ничего мне не отправили. Мы же с вами осмотрели. А потом получается, что вы как бы забыли отправить, а потом появилось письмо, которое вы мне отправили по электронной почте 15 декабря. Мы ничего не забываем, если в части касается отправили, не отправили. Вот, пожалуйста, докажите, что вы мне не забыли его отправить. А то там было такое странное письмо. 24 ноября вы мне сообщаете, что по моему обращению, зарегистрированному 29 числа, была проведена проверка. То есть это вы сами себе зарегистрировали КУСП. Не я его регистрировала. Вы по моему обращению зарегистрировали КУСП. Обращение мое, скажем так, не совсем имело прямое направление, после чего родился этот документ. Но рождение этого документа избавляет вас от ответственности, которую вы, скажем так, прикрыли. Ну да бог с ним, вы не зря начальник. Я ничего не прикрываю, то есть принимаю решение. Вот это вот письмо в мой адрес не поступало. Исходящее есть? Номер есть? Нету, ни исходящего, ни номера. Вот это что-то 7 дорог 26? Ну это исходящий номер документа. Вы можете показать документ, в котором зарегистрировано это письмо? Мы с вами не в канцелярии, поэтому я не могу показать вам документ, потому что это регистрируется в электронном виде. Вы можете мне подтвердить, что вы действительно 24 числа мне его отправили? Документ подтверждает? Нет, здесь можно все что угодно наставить. Я вам сейчас такие печати много могу принести. Мы все что угодно не наставляем, мы соответствующие регистрируем незамедлительно, как только поступает соответствующий документ в подразделение ГДИР. Они региструют в установленном порядке, представляют номер штампика, за каким порядковым номером данный документ регистрируется, и в последующем втором иземпляр подшивается соответствующее накопительное дело. Если вы считаете, что здесь какая-то фальсификация, можно обратиться в суд. Суд запросит соответствующее накопительное дело по факту реестра тех или иных материалов, и соответственно в этом реестре будет в том числе этот документ по порядку в номер. Так хорошо, он там может быть. А то, что вы мне его отправили, то где документ, подтверждающий, что он мне ушел? Ну, он отправляется по почте, я не знаю, дублировали ли вам по электронному виде или не дублировали, сказать вам не могу. 15 декабря он мне пришел по электронной почте. Ну, пришел? Пустой. По электронному виде. Ага. Ну, в электронном виде делали дубликат, то, что мы с вами спорили. Нет, да это мы с вами не спорили, это то, в чем вы заблуждаетесь. Я не заблуждаюсь. Как же не заблуждаетесь-то? Если вы мне считаете, что я что-то сфальсифицирую, пожалуйста, обращайтесь к прокуратуре. У вас как на вреи шапка говорит, я вообще ни разу это слово не употребляла, я вот даже, наверное, не выговорю. Ладно. По этому поводу можно будет обратиться, наверное, в соответствующие органы. Да, я думаю, нам надо просто хорошенечко подготовиться к вышестоящему руководству, вот это все прям нарезку сделать, все это отдельным роликом, взять с собой ноутбук и все это просто показать. Вот это стыд и срам. Выбирайте, пожалуйста, выражение. Я выбрал выражение. Выбирайте. Очень скромно я выразил отношение. Выбирайте выражение. Очень скромно я выразил отношение стыд и срам. Выбирайте выражение, пожалуйста. Вы находитесь на личном приеме, а не за чашкой чая за столом. Я только что на вас подал заявление о совершении преступления. Вы сейчас не извинились за то, что вы сказали, что да, вот это отпущение. А перед вами я извинюсь только после того, как вы свои пакостные комментарии в своих блогах удалите. Вот тогда я еще посмотрю, извините перед вами или нет. Погубите комментарии, а какой можно узнать? Ну, а вы сами видите, посмотрите. Нет, ну там комментарии-то пишут другие люди, не я же пишу. Да нет, как-то. Вы же мне в прошлый раз сказали, что это ваши комментарии. Поэтому не будем останавливаться. А какой комментарий? Посмотрите узнать. Вы сейчас говорите меня в чем-то обвинять, расскажите, если я буду не прохожу. Посмотрите свой комментарий. Свой комментарий вы знаете. Это тысячи комментариев. Ну, увидите. Вы обязательно увидите. У вас каждый второй комментарий вызывает возмущение. Вы так правильно ведите себя достойно. А мы ведем себя достойно. Вы себя ведете крайне недостойно. Я веду себя достойно. Ну, а люди считают иначе. Ну, не знаю. Ну, что не знаете? Мы в предыдущем, скажем так, личном приеме с вами так долго разговаривали на тему подлежат регистрации, отправления, не подлежат. Вы что там устроили? Целый зоопарк. А сейчас вы так тихонечко сказали, я был не прав. А извините. Я еще раз сказал, при каких обстоятельствах перед вами извинюсь. Да не передо мной. Я здесь просто представитель. Я слежу за тем, чтобы вы уж в открытую вагу не нарушали права. Я не нарушаю права вашего, доверить вашего, вернее, того лица, которого вы представляете. Было обращение, прошу ознакомить меня с материалами дела от 11 октября. И вот на это обращение у меня нет ответа. Меня никто не позвал и никто не отказал. Очень было много разговоров, очень было много видео. Очень много было походов, всевозможных обращений в прокуратуру. Я ходила даже к Поволину по данному вопросу. Но только вот как-то ответа от вас я так и не дождалась. Так его до сих пор нет. Мы не можем его получить. Мы не можем получить документы, подтверждающие его отправку. Он вообще его увидеть даже не может. Мы до сих пор не можем увидеть вашу позицию по поводу федерального закона 152. Мы вот в прошлый раз вам дали выдержку с сайта прокуратуры. Вы ознакомились с ней? Я почитал, конечно. В этом выдержке, вернее, в комментариях, которые излагает прокурор Костомской области, есть доля чего-то интересного, но это исключительно единственное мнение в сети интернет. Более иного мнения я как-то не нашел. Анна, там указаны решения Верховного и Конституционного суда. Какие еще комментарии нужны? Что нужно еще? Прокуратура просто привела выдержки этих решений. Еще вопросы будут какие-то? А вы читали вот это постановление Верховного суда, о котором мы так много говорим? Я читал в том числе и постановление, которое разъясняет по обращению. И что Верховный суд тоже там? Верховный суд не разъясняет нам в части касающихся проведения Уголовно-процессуального кодекса. По применению вот этого решения Конституционного суда, как его трактовать в рамках Уголовно-процессуального кодекса, разъясняет нам прокурор Костомской области. Копию выдержки данного комментария вы мне в прошлый раз представили. Прокурор Костомской области просто приводит доводы Конституционного суда и Верховного суда, просто цитирует. Это не их мнение, это не их комментарий, это просто выдержки судебных решений, высших судов. У вас будут ко мне еще какие-то вопросы? Мы уже по этому поводу спорили не раз. Да мы не должны спорить, мы должны от вас получить конкретный ответ. Николай Валерьевич, когда мы получим ваш письменный отказ на обращение от 11 октября? Когда мы получим заявление об ознакомлении с материалами доследственной проверки? Когда мы получим ваше мнение за вашей подписью по поводу вот этого закона федерального номер 152? Только два вопроса. Где ваш ответ? И доказательства, если этот ответ был, предоставьте. От 11 октября у меня нет вашего обращения в части касающегося ознакомления. Я размещала его на сайте. Поэтому дать ответ как таковой я, к сожалению, вам не могу на него. Поэтому вы неоднократно ко мне говорите. Это специально говорю еще раз, для чего я этот реестр сделал. Но в этом реестре, который в порядке регистрации поступивших обращений, ваше обращение от октября месяца, я его не вижу. Правильно мы теперь понимаем, что все-таки ответа нету и не было? Не было обращения, на которое не было соответствующего ответа. До этого вы говорили, что ответ был. Сейчас вы говорите, что этого ответа нет. Ответ был, соответственно, как мы последний раз установили, на материал, с которым мы ознакомились, по КУСКУ, сейчас скажу, 29.119. Это рапорт Панфиловой. На него ответ вы получили в установленном порядке. Вы были ознакомлены с материалами проверки, интересующими вас, целью обращения в порядке гражданского производства в суд с материалами КУСП. Скажите, пожалуйста, кто принимает решение о том, чтобы ознакомить заявителя с материалами проверки? Кто принимает решение? Панфилова, Ивкин? Принимает решение об ознакомлении с материалами проверки. Именно тот человек, которому поручено рассмотрение и обращение конкретного заявителя. Это может быть Панфилова, Ивкин, или иное должностное лицо, сотрудник КУСП номер 3. То есть вы хотите сказать, что решение об ознакомлении в полном объеме или частичном, соответственно, это исключительно прерогатива того должностного лица, которого на рассмотрении находится обращение заявителя. Так у кого находилось на рассмотрении... Я еще раз говорю, какое обращение? Об ознакомлении с материалами проверки. Еще раз говорю, обращение, об ознакомлении с материалами проверки. Николай Малерьевич, у вас один вопрос, мы хотим получить на него ответ. Мы не можем на него получить ответ? Я вам отвечаю. Простой вопрос. Мы когда получим от Ваши ответ по поводу ознакомления с материалами проверки? Вот я Вам отвечаю. Подчиненные вы перекладываете обязанность на других Ваших подчиненных. Я не перекладываю обязанность. Есть конкретная инструкция, где прописано, каким образом и кто принимает это решение. Я не перекладываю. Мы ниже руководители организации. Посмотрю. Точно такой же прокуратурой был? Вот. Оба одинаковые. Обращение. Такого обращения не регистрировалось у нас. Поэтому, соответственно, ответа у Вас нет на это обращение. Мы вообще можем получить ответ? Ну, на любое обращение. То, что Вы нам устно говорите, мы можем получить это письменно. На любое обращение? Письменно в каком виде? Конкретное мнение, как угодно можете называть. Трактовку закона. Ну, где-то и напишите, что законных оснований Вам ознакомиться с материалами доследственной проверки нет. Мы не даем вам. Дайте Ваш ответ, дайте Ваше заключение, чтобы я мог уже ссылаться, что это не на словах. И Вы потом не будете выскальзывать то, что я не так сказал, не так Вы меня поняли. И вот это все, вот эту песню, панатонную Вашу слушать. А теперь Выслушали? Я уже устал. Я еще не закончил. Я пытаюсь до Вас донести. Не надо меня усыплять. Я не зайц, а Вы не питом. Понимаете? Вы голос на меня не повышаете. Когда мы получим Ваше вот это, я не хочу ругаться, но это, Ваше вот это мнение, назовем это так. Когда мы получим на бумаге. Когда я приду к вышестоящему руководству и скажу, смотрите, вот прокуратура там такого-то района, вот Верховный суд, вот Кассационный суд, вот наплевательское отношение на два предписания прокуратуры. Вот плевать на все. Так должен этот человек служить в отделе полиции, тем более начальником, или нет? Или его нужно уволить? Это не Вам принимать решение. Да я сделаю все максимум для того, чтобы Вас уволили. Если Вы это еще не поняли, я именно это и делаю. И Вы работать не будете. Это не Вам судить. Это не мне судить. Вы сейчас еще раз голос повысите. Это не мне судить. Но я сделаю все. Что Вам голос мой не нравится? Мне не нравится, что Вы на меня его повышаете. Потому что я с Вами разговариваю. И будьте уважительны. Отвечайте на тот вопрос, который Вам задают. Не надо со мной играться. Я это воспринимаю как неуважение. Я еще раз говорю, что я не играю с Вами. Тогда ответьте на вопрос. Когда Вы дадите ответ? Когда 19-го числа будет принято решение, Вы, соответственно, обратитесь в обращение о необходимости рассмотрения, ознакомления с материалами. Если у этих материалов будут дополнительно опрошены люди, с которыми Вы ранее не знакомились с персональными данными, Вам будут дан ответы, о том, что Вы будете ознакомлены частично. Вас устраивает такой ответ? То, что Вы говорите на словах, напишите это на бумаге. На все Ваши обращения мы... Напишите, я хочу высшестоящему руководству Ваше личное мнение и Ваше злоупотребление показать фактически. Я еще раз говорю, на все Ваши обращения мы даем соответствующие ответы. На последние два обращения, которые Вы писали в наш адрес, ответ мы будем подготовить соответствующие даты. Это по сроку 17-го, по-моему, января, еще какого-то даты, я сейчас не помню уж. Пожалуйста. Сделаем еще одно сейчас обращение письменное, в котором мы четко сформулируем. Имеем ли мы право в полном объеме знакомиться с материалами для следственной проверки, в том числе с персональными данными. Отчитаем от этого обращения 30 дней. И если Николай Валерьевич не ответит, то будем это расценивать как умышленное непредоставление информации. И расценивать согласно статье 140 Уголовного кодекса. Не даете возможность обжаловать Ваше решение в суде, потому что, что мы в суде скажем? Вот нам кто-то на словах что-то сказал, нам скажут, так подождите. На Ваше обращение должен быть письменный ответ. Все, там никто даже рассматривать не будет, это обсуждать, потому что там все будут улыбаться, говорят, вы что, такого быть не может. Вам должны были дать письменный ответ. Мы это все понимаем. Но Вы игнорируете Вашу обязанность дать письменный ответ. Пересмотрите видеоролики. Там все зафиксировано, все, что Вы говорили, все, что Вы обещали. Ваши видеоролики мне не интересны. Это фиксация того, что происходило. Я уже Вам сказал, что фиксация того, что происходило, это здесь, на личном приеме граждан в соответствующем кабинете. Вы никаким образом не имеете права выставлять это все на всеобщее образование в сеть интернета. Почему Вы так читаете? Потому что... Я считаю, что граждане имеют право знать о том, каким образом ведется дело производства. Почитайте соответствующий нормативный документ, ну, правовую базу. Вы это все поймете. Посмотрите. А Вы это игнорируете. Посмотрите. Последнее посещение вчера. Зам. начальника УМВД по Мурманской области. Никаких препятствий нету, в том числе и по выкладыванию в сети интернет. Я прямым текстом сказал, что да. В общественных интересах наша беседа будет выложена. И данная беседа будет в общественных интересах выложена. Данное вот это наше обращение, наша эпопея с этим холодильником давно уже приобрела другую окраску. Мы показываем, каким образом Вы работаете. Я сейчас пришел с другим доверителем, которому точно так же не было направлено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И Вы отказываетесь предоставить доказательства. Почему мы Вам должны верить о том, что Вы нам что-то там направили, Вы нам что-то там ответили. Нет у этого ничего. Почему мы должны Вам верить? Ну хотя бы такие важные профессиональные документы отправляйте заказными письмами. Ну либо показывайте документы, подтверждающие, что хотя бы почтовым отправлением простым это было отправлено. Хотя так недопустимо. Факт это, доставки нету. Фиксации нету. Почему суды направляют заказными письмами? Почему прокуратура направляет заказными письмами? Почему Вы не направляете заказными письмами? Недостаточно финансирования. Вот только не надо вот этого произносить. Я думаю, что руководство не оценит то, что Вы сейчас сказали. Недостаточно финансирования. Записали? Почти. Частично. То есть, Анна, понимаете, недостаточное финансирование дает основания для того, чтобы нарушать наши права, права граждан. Мы Ваши права не нарушаем. Ну как не нарушаете? Мы говорим, что мы не получаем важные от Вас документы. Не получаем. Ни постановления об отказе от возбуждения уголовного дела. Ни важную переписку, которую мы с Вами ведем. Ничего не получаем. И Вы сейчас вдруг ни с того ни с сего про какую-то экономию заговорили. До этого Вы не говорили про это. Вы говорили, что какие-то другие... Я не сказал, что про экономию. Я сказал, что недостаточно финансирования, которое не позволяет нам и не дает возможности направлять, возможно, заказными письмами. Мы направляем простой почтой. Вы же должны понимать, что кто-то должен будет ответить за то, что я жила три месяца без холодильника. Ну, кто-то ответит. Пишите. Вот кто-то должен будет ответить. Ну, конечно. Суд решит, кто ответит. Продолжаем. Прошу дать официальный ответ за подписью начальника отдела УПИ номер 3 Чухарева НВ об ознакомлении с персональными данными при ознакомлении с материалами доследственной проверки, а именно в случае отказа предоставить персональные данные, указать нормы права, регулирующие данные и правоотношения с учетом мнения Конституционного и Верховного судов РФ. Ответ продублировать на адрес электронной почты. Письменный ответ отправить способом, подтверждающим отправку. Все. Да. Дата. И допишите. С личного приема. Так, это надо будет потом еще в несколько адресов отправить. Для контроля. Сфоткайте. Кинзимея Виктора Васильевича. Незаконно изъял плату, мы точно так же пытаемся его привлечь к ответственности. Я же как бы не, я не, скажем так, не регулирую этих мошенников. Я с ними дел общих не имею. Я наоборот потерпевшая. Точно такая же, как и вы. Поэтому вы в любом случае обращайтесь в полицию, пишите заявление. Если вам нужна будет помощь, обратиться в эту полицию, что-то зарегистрировать или контролировать. Вы можете меня это спросить у меня. А вы в каком районе живете? Первомарский район. Вам в отделение полиции номер 3. Вот сейчас вот мы здесь стоим. Вот только вышли с личного приема, вы мне звонили. И мы сидели у начальника отдела полиции. И общались по поводу того, что 3,5 месяца они не могут возбудить уголовное дело против этих мошенников. Полиция работает круглосуточно и открыта для приема граждан. Это вы просто можете позвонить и спросить. А вы скажите фамилию, как мастер ваш? Ну, вы эту визиточку с собой возьмите. Угу, давайте, хорошо. В общем, да. На визиточке фамилия Негалимов нет? Конечно, звоните, звоните, да-да. Куда обращалась? На Егорова 13? Ага, давайте. Угу, вставайте, угу, встанем. Там вот такая бабушка, адуванчик. Я не знаю, сколько ей лет, она так нежно, мило разговаривает. И ее, в общем, какой-то Николай, какая-то бумажка, я так поняла, что в почтовом ящике. Точно так же пришли, сняли плату, сказали перезвонят и все, и пропали. И пропали. И пропали, да. Сейчас она, она почему-то подумала, что я как-то с ним связана. А как они сняли плату? То есть она куда-то обращалась, что у нее что-то сломано или как? Да, она позвонила по этому номеру. Поэтому по какому номеру? Вот который там Николай. А где она его взяла, этот номер? В почтовом ящике. А, то есть по объявлению. Ну, по этой схеме, я так понимаю, многие, кто работает, поэтому там... Все туда пошли, я так поняла. Все понятно, все. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok